Алыми пятнами на черных пальто и кадетских шинелях гвоздики, на лицах пришедших ни капли дождя, слезы, горькие слезы матерей, чьи ребята не вернулись с полей сражений. 20 лет памяти, 20 лет боли и горя. Почтить память погибших во время Чеченской войны и боевых действий в Афганистане пришли школьники, кадеты, молодежь, ветераны, матери погибших, руководители муниципального образования. Глава курорта Сергей Сергеев обратился к матерям погибших героев. Мы сегодня вспоминаем людей, которые, защищая Родину, целостность, неприкосновенность нашего государства, сложили жизнь на территории нашего же государства. Это молодые люди, которые еще жить и жить, рожать детей, строить, украшать и оберегать нашу Анапу. Ваши дети сложили свои головы не зря. Искренне благодарю всех, кто сегодня пришел на это травмное мероприятие, отдать дань уважения погибшим, посмотреть и отдать дань уважения стоящим рядом с нами. Спасибо вам, дорогие друзья. Здоровья вам, всего самого-самого хорошего, мирного неба над головой. 22 молодых парня из Анапы не вернулись из чужой земли. Но гибель этих ребят не была напрасной во имя мира. Именно многих из них сегодня носят улицы Анапы. Не зря ребята положили в свои жизни. Скупо и, может быть, как-то звучат воинские сводки, когда говорят, что победа обеспечена, операция завершена, потери незначительные. А когда эта потеря единственная сетка. Поэтому, конечно, это даже если не единственная. Мы гордимся нашими героями. И от имени Анапского городского совета ветеранов мы преклоняем колени перед павшими и искренне благодарим родителей, что они воспитали людей, преданных флагу, отечеству, которые всегда имеют право сказать честь именю. Нет ничего страшнее, чем пережить собственного ребенка. Эта боль не проходит. Материнское сердце будет вздрагивать каждый раз от звонка в дверь. И понимать, что сын не вернется. И в наших силах только быть им благодарными за то, что они вырастили настоящих мужчин, готовых отдать жизнь за миллионы других жизней. Ты не знаешь, что больнее. Как мы чувствовали себя в тот день, когда получили похоронку. Когда было страшнее. Тогда мы просто еще не осознавали, что самое страшное слово в нашей жизни – это слово «никогда». Никогда сын не постучит в дверь, не позвонит и не скажет «Мамочка, извини, я задержался». Наши дети были героями и остались ими. Пока мы помним, дети наши живут. Спасибо всем за то, что вы пришли на этот митинг, что вы показали нам, родителям, у которых неизбывное горе, что их детей помнят. Погибших героев почтили минутой памяти. Александр, настоятель храма преподобного Серафима Саровского, отслужил по ребятам панихиду. Пунцовыми гвоздиками и венками покрылись памятники и вечный огонь. Анапчане принесли частичку своей души. Глава курорта вручил памятные награды воинам. Я служил в Чеченской республике Хангала. В принципе, я почти отслужил свои два года. Тогда два было. За месяц до дома я получил ранение. Самое страшное было думать о том, что подумают родители, если я не вернусь. То есть, как они будут к этому, что с ними будет. Ну и, в общем, эта мысль нас и вернула. Это моя первая награда. Нас так не наградили там. В общем, там не до наград было. Надо было просто вернуться. Подрастающее поколение приняло эстафету. Я разводящий, только ставлю смену. А вот они стоят на посту номер один. Гордость за русскую армию. Воевали в Афганистане, в Чечне. Не забоялись. Смерть неумолимой забирает лучших. Но жизнь продолжается. Жизнь, ради которой сложили головы сильные и мужественные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова